15 февраля 1989 года государственную границу двух стран пересекла последняя колонна советских военных. 27 лет назад завершилась история самого затяжного участия советских войск в вооруженном конфликте – войне в Афганистане. 9 лет и 51 день исполняли свой интернациональный долг тысячи солдат и офицеров. Война, которая унесла по официальным данным жизни 14 тысяч советских граждан. После того, как СССР и США договорились о невмешательстве в дела Афганистана, в мае 1988 года начался вывод войск Советского Союза из зоны конфликта. О непростых днях, проведенных в горячей точке, на встрече мемориал славы в районном Доме культуры и творчества Одинцова поделились те, кто сражался за мирное небо над головами. Была радость большая и напряжение огромное, что мы возвращаемся в Советский Союз, в наше государство, в Советский Союз тогда было, что нас ждут и нас всегда помнят, и что мы с достоинством выполнили свой интернациональный долг в республике Афганистан. Самые яркие, самые добрые воспоминания – это мы там были счастливы, были настоящие друзья, врагов было видно. Мне кажется, из всей жизни, что я прожил почти 54 года, по-моему, самые добрые годы были там, хотя была война и все остальное. В холле Дома культуры разместилась выставка материалов из личных архивов военнослужащих, фотографии, карты, знамена, вырезки из газеты, картины. Открыл встречу памяти заместитель руководителя администрации Виталий Савилов. Дорогие Одинцовцы, от своего лица, от лица главы Одинцовского района Андрея Робертовича Иванова, я хотел пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и оптимизма. Спасибо. 44 семьи из Одинцовского района не дождались своих близких. На мемориале славы присутствовали родственники погибших и те, кто выполнял свой служебный долг за пределами Отечества. В Афганистане, Испании, на Кубе, в Египте, Лаосе, Северной Корее и еще в более 20 странах. Почти в минуты молчания всех погибших россиян, которые исполняли свой служебный долг за пределами Отечества, представители делегации из военно-патриотического клуба Вятичи возложили цветы к мемориалу воинской славы от главы Одинцовского района, семи погибших и ветеранов боевых действий. Специально для гостей была организована праздничная программа. Группа «Каскад» выступила с песнями и напомнила о тех суровых днях. Без прошлого не бывает будущего, ведь это наша история. И сколько бы времени ни прошло, мы всегда будем помнить о подвигах советских солдат, о тех, кто не побоялся смерти, о тех, кто отважно шел в бой. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.